Послание с Коринфянами, 9 глава 6 по 116. Как написано? Расточил, раздал нищим правил, и бывает век. Аппостол Павел старался расшевелить Коринфянскую церковь. Город был богатый, портовый, но все тратили на роскошь, на удовольствие. Я вам говорю, что там был только один храм языческий, которые обслужили тысячи блуздец, профессиональных, получавших зарплату за это, не считая тех, которые самостоятельно работали. И он теперь старается достучаться за них. Вы стали верующими, но все те жертвы. Те люди, которые читают наши книги, говорят, вы все время бьете в одну точку. Я желаю только того, чтобы поверили, что Библия – это основа основ. Библия – это Слово Божие. Библия – это Свет. И во Свете, к этому источнику придя, мы начинаем видеть и понимать все остальное. Моей другой задачи здесь нет. Чтобы вы не меня видели и слышали, а оно Христа было. А у апостола Павла было другое, другая была остановка. Это все люди верили, знали. И мне, братья, наказали об одном, когда я пошел, чтобы я помнил нищих, что я всегда старался исполнить. И не просто нищих, а евреев. Потому что там был голод часто, гонение. И он собирался всего мило, как сказали бы Исаак. И отправлял Иерусалим своим, равным неудеям. Я это старался всегда помнить. И здесь он добивает их. Вы мне на содержание даже не дали. В Писании говорите, что граждан право воплотящее. Я молчу, молчу вас, а вы мне даже ничего не даете. И он говорит, кто щедро сеет, тот щедро пожалует. Это не десятина. Десятина нам назначально не принадлежит, мы ее отдаем. А это третья из десятина на милостыю. И когда начинаешь читать об этом, так же понятно. Милостыю все дают. Но, исследуя, приходишь в изумление. Оказывается, в Верхнем Завете ни разу слово милостынь не встречается. Ведь это открытие. И я никогда не сдал. Буквально до нынешнего Бога. Как это не говорится? А в Новом Завете говорится слово милостынь. Произносится слово милостынь. Тридцать раз. А не канонические книги, которые стихтанцы отрицают. Двадцать четыре раза говорят о милостыне. Более всего о милостыне говорят все раз. Книга, которую стихтанцы отрицают. Книга-то одиннадцать раз говорит. А одна книга одиннадцать раз, а весь Ветхин Завет 66 книг ни разу. Да не потому ли не любят эти книги, что они о милостыне говорят. У меня мосер-то иринает приходит. Кто щедро сеет. А чтобы щедро сеять, надо что-то иметь. Поэтому надо очень хорошо работать. А не так, я верующий, сложил руки, забился, ну, покормят меня. А ведь монахи, монахи там и стояли. Не все монастыри работали. Пустынники, они уходили, кто-то привозил, давал. Ну, кто-то что-то делал, плел. Козлинки, старались себя обеспечить. А врачи, многие ничего не делали. То есть это прямое указание было нарушено. Послание Галатам. А тот Сапаев говорит так, пять-пять. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры, чтобы никто не думал, что я буду давать милостыне и этим спасусь. Милостыне дают многие народы. Милостыне практикуются у мусульманов, у баддистов, у язычников, у коммунистов. Но мы получаем праведность от веры. А милостыне подтверждает, что мы стали иными. Что мы делимся. Мы видим в каждом своего брата и сестру, в каждом видим образ Христа. Меня навестили. Меня накормили. Об этом даже не думаешь. У человека, ну, да и сопадал. Вот сегодня я покажу не расходиться. Мы делиться будем, кто не успел что разобрать. Нас обильно Бог благословил в деревне, мы повезли здесь что-то, и чтобы разобрать это все. Бог дает и Бог умножает. Богатство и слава у меня. Сокровище не погибающее. И правда. У меня, говорит Бог, нужно жить в доставке, и чтобы было правду, и с чего уделять нуждающимся. Сотрудитесь своими руками. Но если это поставить в основу, получится то, что получилось с евреевской нации. Среди банки, богатства, все подобрали под себя, как будто никого не верят. Клубы какие-то. Газернатор теперь опять купил пятую яхту. И уже психологи говорят, что это болезнь. Ну, на такие яхты зачем ездить? Яхта самая богатейшая. Яхта евреев, евреев, в России. Самая богатая сегодня в Лондоне, и уже перевалилась до 2000, миллионеры и миллиардеры из России. Ну, 99,99% евреев. Что они не знают, как люди нуждаются. Как по помойкам ходили, как не платили зарплаты. Люди для себя руки накладывали. Почему? Золотой телец затмыл в глаза. А если бы знали, что для нуждающихся, то он сказал, ну ладно, я согрешил, ограбил, негодами, в окраине тоже все жалко. Вот что нужно было сделать. А это все у нее даже не вспомянется. Расточил. Расточил, это разбросал. И тогда что будет? Правда. Вот почему правды-то нет. Потому что они оживили и ничего не имеют. Правда тогда. И не сегодняшняя правда тебе в газетах напишут, или какой-то там-то помогал храм Христа Спасителя строить, монограммами на деньги. А вовек, это означает их вечности. И за тебя те, кому ты помог, ходатайствовать будут, написано. Суд без милости, не оказавшего милости. А милость превозносится над судом. Там будет суд. И все, кому ты помог, они выйдут и скажут, Господь, вот видишь, он врачевал меня, он надел меня. И Господь, скажет, меня надел. И так все это просто. Псалом 111-3. Обилие и богатство в доме праведника. И правдиво пребывает вовек, когда делает во имя Господа. Ну какое там у него обилие? Зайдешь, стена, и два поделенные. Ты не знаешь, сколько там богатства. Как у Филарета Милостива, когда все раздал, где только один стол остался. Ну, видимо, стол из мрамора был. И никто не знал о том сокровище, которое было у него, о котором он говорил. Он всегда говорил, у меня есть много сокровищ, но не время его раскрывать. А Ромаши так и понимали, у нее банковский счет где-то. А потом бог открыл. Когда невесту для царя искали, и никуда поднул Барфавра на его внучку. И она стала царицей, правда, неудачной судьбой, жизнью. Потому что царь оказался не кудешный. Заменил ее другой, а ее решил осудить. Сираков, 3.30. Я напоминаю, Сирак и Талиф. Две книги, запомните. Идем, прочитайте. Она очень много меня научит. Касталит, сын наказан, умирает. И мы сейчас несколько лет прочтем эти. 3.30. Вода угасит пламя и огня, а милости не очистит грехи. Сколько пожарников? И если придут с пустой дочкой, что они сделают? Так и это, что польза, если мы, верующие, о милости никакой не творим? Милости. Уделиться своим талантом, советом, имуществом, деньгами. То, что у нас есть, что выросло. Вы постоянно делаете релизию себе. Огрегаете плага. Вы, может, что-то не нужите. Стопочки разные стоят. Может, давно пора продать, даром сдать. Притворить это. Ибо во время апостолов многие продавали имение, полагали к ногам апостолов. Вы лучше знаете, кому помочь. Сираком 12.3. Нет добра для того, кто постоянно занимается злом. И никто не подает милости ей. Постоянно зло занимается, никто не подает милости, и как будто идут на равных. Ну, я же не делаю. Я же верно. Какая бы и в чем бы она ни выражалась в Твоей милости, и кому-то дал прослушать. Купил кому-то книгу. Ну, конечно, самое ценное то, что касается души. Господь в свое время откроет. Почему ты это сделал? Выгоду какую хотел иметь? Или для дела Божия? Максея 6.1. Рассказывает Господь, как можно делать милости. Усмотрите, не творите милости перед людьми, чтобы они видели. Пусть все равно-то они знают правое. Рука 11.41. Подавайте лучшее из того, что у вас есть. Тогда все у вас будет чисто. Чтобы очистить, милости не можно. Говорят, отмывают деньги. Слово какое. Отмывают. Значит, грязные они. Макинации какие-то были. Положили в банк, взял. Отмывка называется. За это судят. Ничего это не дает. Деньги остались грязными. И деньги не пасны. Это неправда. Они очень сильно пахнут. Воняют иногда. И написано в храм не приноси сыну грудницы и пса. Значит, природина. И не заноси даже. Деяна 9.36. Была одна женщина или девушка, Талифа. Назылалась Серны. И творила она много милостыни. Больше про нее мы ничего не знаем. Она нашла в мировую историю тем, что творила много милостыни. И эта милостыня, говорит Иоанн, который воскресил ее, когда она умерла, как все бабульки собрали, стали показывать, кому что сшила она. Видимо, у нее шейная машинка была. Может быть, еще тогда и не забрели. Руки у нее строчили быстро. И рубашки. Все стали показывать. Когда нас не будет, что люди покажут? Или давно нет, и никто не вспомнил. Ты старайся чем-то отпечатлеться. И, конечно, больше всего это добротой. И все это во имя Христа. Я попутно хотел сказать, что звонил вчера отец Павел. Вы его знаете. Сегодня туда приезжает местный алтайский епископ Максим. А он перед этим обратился к настоятельству и говорит, «У тебя пустует здесь того, что при храме-то построили. Зай мне, я людей буду учить». А они стали дражить ее. «Но, пойдет аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя у тебя». Я говорю, они безбожники, не счастливцы. Чтобы Бог укрепил его, удержал, они нас не хранятся на них. Он один, которого епископ не может сломить. И при том, он не воюет. Он что пошел работать, то на золотые прииски, то на стройку. Обычно падает, при погибели, при лепестках, он лишь бы утрозу набит. А он нам просто утрозу потерял. Теперь надо выращивать на пять, делал меньше или меньше. Испомните о нем. Сегодня у него может быть встреча. Может быть, он засвидетельствует, скажет. Но голос был у него радостный, веселый. Я, как Бог, поддержал его. И они здесь едва. Чтобы открыть двери нам, язычникам, Господь воспользовался одним человеком, при том, не евреем. О римских сотнях, он, по-нашему, капитан. И одно качество у него было, которое выделил Елука. И говорит, он творил много милостыни народу и всегда молился Богу. Мы говорим, Божья Матерь избранный сосуд, и Бог избрал такую деву, готовил. Но для того, чтобы дверь язычникам открыть, не меньше Бог готовил. Сотня разделения на разные языки, от римской башки, Бог готовил и готовил. У кого Корнилий, об этом тоже нужно говорить. Может, у кого-то родится еще сын, пусть у нас Корнилий будет. И он творил много милостыни. И из того дома просияла благодать, которая дошла до нас. Это дверь язычникам. Сопротивление было очень большое. Он взял не одного, двух, как говорится, свидетель, а шестерых. И евреи напали на него дома, стали упрекать. Но Дух Святой запечатлел, что действительно Корнилий принят. И все исполнили Духом Святым. Да, наверное, Бог и язычникам открыл. Когда сказали язычникам, это означало, наверное, Бог и Барнависом открыл. Наверное, Бог открыл его на Позлова. Но так теперь уже точечным ударом пробудим себя, Корнилий. Где-то научился милостыней, будучи воином. Ну, кто видел, что был воины, заботились об этом, постоянно молились. Он постоянно раз, два, три дальше считать, а не умеет. А этот непрерывно молился. Когда же он дела с ней делал? И значит, хороший был, если у него полный дом на полном со сродственниками. Его никто не предупреждал, что придет апостол, что он сказал. Он не знал, он же успел всех собрать и всех держал. Что скажет? А у нас, как службы закончат, многие скорее домой бегут. Вы подражаете ему, он собрал у нас свой дом. Вот я вас собрал свой дом. Так вы не спешите убегать. А может, что-нибудь новое вам Господь сегодня скажет? В раз братья сколько проповедников, занятия идут. Вы все берите для себя. И он творил много милостыней. День Ания 24, 11. После многих дней я пришел, чтобы доставить милостыни народу моему и приношения. Павел, как бы оправдываясь, говорит, я не нарушил наказ, который дали мне апостола. А дырля была милостыней, и я хотел, чтобы на меня не пало подозрение. У нас были избраны братья, сестры, скрывая их вот здесь добровольное пожертвование. Они записывают, чтобы не было нареканий. Это даже заботится об этом. Чтобы не было мукавых подозрений. А вот сделал ящик. Да прихожу, скажи, где я раскрываю, что там положили. И Павел думал, и притом избрал людей из самых хороших, похваляемых за благовестие. Второе, Коринфянам 8, 14. Он говорит, ныне ваш избыток, то есть у коринфян, а потовые города, это одни из самых богатых, в восполнении их недостатка. А после избыток их, в восполнении вашего недостатка, что была равномерность. И в самом деле, в коринфянам ступил недостаток, они об этом не думали. Самый большой недостаток был, когда душа выйдет из тела и пойдет, и тогда, говорит, они примут вас, будут ходатайствовать. Ну, о неверном правителе тогда говорится, когда он стал заботиться, чтобы приняли свои обители, в Божьи обители. Павел 4, 8 говорит, когда у тебя будет много, твори из того много. И когда у тебя будет мало, не бойся, твори понемногу из того, что есть. Какие простые и ясные слова. Как можно тут его отвергать? И счет 3, 4, 10. Милостыни избавляют от смерти и не пускали сойти во тьму. Сегодня еще не все понимают, какая угроза идет с юга от мусульман. Вот они привязались к папе. Почти обидели смертный пригород его. В розыск. А рисовать. А он ничего, он только привел выдержку из императора Мануила II в одном университете. Говорил ей, что он сказал так, мусульманству ничего не принесло хорошего, кроме зла и крови. Ну, а дальше стал говорить продолжение. Они взяли первую часть. Это не его, он привел. Император, живший в средние века. И вот сегодня об этом розы говорят. На самом деле, что привели? Если говорят терроризм, никто же не подумает, что это бандисты, христиане. Любой террор, уничтожение женщин, детей. Кто делает? Мусульмане. Император, она и царь. Вы хотите, чтобы вас все боялись. И что интересно, и не их подведет, а не их под свою частую. Сегодня они нигде, нигде не позволяют сказать какое-то слово правды им. Только это убийство, убийство, убийство. Это громадная банда, миллиард человек. И все уже понимают эту страшную опасность. Им государство нельзя. Играть с ними закончится всеобщим истреблением или что-то. А они до этого не понимают. Конечно, это уже вселенская молитва, но если будет желание где-то вспомнить об этом, Господи, он ищися, астам мусульман. Они не знают Бога, как должно. Он все ереси собрал, Магомед, когда писался этот Коран. Я сейчас занимаюсь этим Кораном специально, чтобы потом написать, ответить на вопросы. Он 25 раз упоминает имя Матери Божией, но он объявляет врагами всех, что Христа признают за Бога. Какое же его признание Бога? Это он за Бога и не признает его. Что он ответ из мертвых, он не признает. Что возьмется на небо, он не признает. Просто был пророк. 4.11. Милостей есть богатый да для всех, кто творит его перед Всевышним. Не перед людьми. Какие точные фразы оставил нам Господь? Вот почему Апорта Павел говорит, что написано. Мы не просто это говорим, а это написано. Написано в Священном Писании. Почему у нас Библия называется Священным Писанием? Вселенский Собор так принял. А ведь это было обыкновенное письмо. Вот организует Септу Мормон, Дж. И он там накручивает такие слова, что он где-то под дубом нашел золотые листы, на которых написано ангелом особый. И он не знал, как читать, и нашел увеличительное стекло, и тогда расшифровал это стекло, а потом потерял листы, туман. У нас ничего этого нет. Обыкновенное письмо Павел сидел и вспоминал. Скупы эти коринфяне. Дай-ка я их потреможу. И в самом деле он сделан их более щедрыми. А может быть это письмо относится к нам, потому что все написано нам, достигших последних времен. И он расточил и раздал нищим. Может быть, далось-то, может, много и нечего, но уж сильная охота, чтобы правда-то наша, если мы ее делаем, пребывала вновь и пошла в вечность. Вот о чем мы сегодня будем молиться после этого апостольского чтения. Чтобы рука апостола Павла не трудилась напрасно. А мы бы сказали, встретившись с ним в вечность, и Павел, а мы получили послание тебе. Как хорошо, что ты вновь мне сказал. Я расслышал, еще раз пересмотрел и лишнее раздал. Во имя Всевышнего. Аминь. Сангелия Апостола.